Три, два, один, поехали! Теперь год кино официально открыт, но зритель наслаждается любимыми картинами не только сегодня. Любимые фразы и музыка кинофильмов живут в сердце порой годами. В кинотеатре «Сокол» кино встречает гостей с порога. На лестнице зритель сталкивается с Шуриком и Лидочкой. Непривычно. Надо ходить, бегать, вернуться в то время, полностью погрузиться, чтобы люди поняли со стороны, кого мы изображаем. На втором этаже выставка архивов, которая рассказывает приглашенным об истории развития кинематографа в Оренбургской области от периода становления в XIX веке до нынешних времен. Это годы Великой Отечественной войны, когда здесь, в Оренбурге, было огромное количество проблем, связанных в том числе, скажем так, с киноиндустрией. То есть, не было киномехаников. С этим осложнялись сеансы для сельских районов. А сельские жители, они очень любили кино, и документы говорят о том, что готовы были и стоять, и лежать, и сидеть на полу. Специалисты признаются, что в год кино ждут возрождения кинематографа в Оренбургской области. Уже сейчас снимаются фильмы на нашей земле, и хотелось бы, чтобы это продолжалось и улучшалось. Больше, конечно, наших российских фильмов, интересных комедий, так же, чтобы люди всегда смеялись, улыбались и радовались. Между тем, Павел Самсонов заявил, что программа «Года кино» уже разработана от викторин и конкурсов до поддержания федеральных инициатив. Мы выиграли на конкурсной основе право модернизировать семь кинотеатров в нашей Оренбургской области в шести населенных пунктах, в которых до 50 тысяч человек населения проживает. Кинотеатры отремонтируют и закупят новое оборудование для кинозалов в Абдулино, Медногорске, Акбулаке, Новосергеевке. Первая картина сразу после открытия сегодня – к атрибуции Сергея Снежкина. Инна Маркелова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Субтитры подогнал «Симон»